Приветствую вас! Сейчас очень модно обсуждать, какая Украине нужна программа для выхода Украины с кризиса. Но мне как экономисту сам Бог велел пару слов про это сказать. Итак, рассказываю, что нужно делать и что не нужно делать, чтобы Украина как можно быстрее вышла с кризиса. Да, 2020 год будет годом кризиса. Хотим мы, то не хотим. Коронавирус, карантин, все свое сделано. Итак, то, что предложил Денис Шмигаль, точнее сказать Кабмин в новом госбюджете Украины, они сделали правильно. То есть фактически главная ставка делается на эмиссию гривны. Обращаю ваше внимание, в США тоже самое, в Европе тоже самое, даже в Китае тоже самое, в России тоже самое. Фактически все страны мира, для того, чтобы выйти из кризиса, используют один и тот же инструмент. Эмиссию, ну, только единство своей валюты. Понятно, мы гривну, а не доллары. Мы гривну, а не евро. Мы гривну, Россия, рубли. Но разница не меняется. Я понимаю, ой, 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 инфляция. Да, инфляция будет. Ну, инфляция в любом случае будет. Кризис, ребята, да, реально заработная плата упадет. Но в условиях кризиса она всегда падает. Ну, неужели вы это не можете понять? Ну, не бывает такого, чтобы в условиях кризиса реально заработная плата росла. Она не растет, она всегда падает. Другое дело, что можно посмотреть, какая инфляция. Гиперинфляции, скорее всего, не будет. А если понять, это суперинфляция. Суперинфляция, это больше 12%. Да, будет. Ну, и что? У нас первый раз, что инфляция будет 12%. Да, ребята, прекращайте. Знаете, уже такую трагедию. А, цена выросла на 10%. Ну, и что, что на 10%? У нас, наверное, на 20%, на 30%. Растут, ничего страшного. Для нас это не проблема, честное слово. Ведь цены же растут. Не только. Но у вас же тоже, знаешь, так понимаю. Кто-то говорит, о, классно, цены выросли. Правильно, правильно. Вот такая ситуация. По этой причине, еще раз говорю, нет ничего такого необычного, что, как бы, предложил наш Каблик. Да, он предложил абсолютно логичную схему, которую предложили во всех странах мира. Гривно. Единственное, что было бы полезно сделать, нельзя резко делать эмиссию. Понимаете, надо поэтапно. Тогда инфляция сглаживается. Если резко, она взлетает. А если поэтапно, она сглаживается. Ну да, действительно, в этом году инфляция будет больше 12%. Возможно, 20%. Ну, сразу говорю. Ну, это уже все было. 20 тысяч не будет. Инфляции. А 20% переживете. Ру. Все равно народ ругается. Что дефляция, что инфляция. Все равно недоволен. Так что, здесь все понятно. Второе. Вот эти слова. Давайте развивать промышленность. Ребята, ну прекращайте. Ну, тошнит уже от этого. Я уже замучился вам показывать и графики, и таблички. В мире. В мире сейчас. Развивается не промышленность. Промышленная революция закончилась в 18 веке. В 18. Посмотрите на улицу. 21 век. Сфера услуг. Как черту промышленность. Сейчас давно нет проблем произвести. Проблема продать. Да неужели вы не понимаете, что у нас на сегодняшний момент мы, террористические предприятия, наши предприятия, могут производить больше металла. Значительно больше. Продать некому. Давайте развивать. Ну, давайте развивать. Что? Давайте построим завод. И что он будет делать? Не имеет значения. Построим и все. Идиотист. Ребята, ну поймите вы наконец. Да, надо развивать. Но какую промышленность? Пищевую. Потому что спрос на продукты питания есть. Да. И продукты питания можно больше продать. Спорить не буду. Аграрный сектор. Да. Потому что кушать хотят. Ну это реально. Видите, сейчас кризис. А спрос на продукты питания растет. Вот это и надо развивать. Нет, надо космические корабли делать. Ну и космические корабли. Пробовали на хлеб намазать? Пробовали? Намажать. Или смартфон погрызить? Бог свидетельствует. Ну просто действительно поражает. Вроде бы умные люди. Но как только начинают говорить про экономику. Ну такой вы алиматичный. Поэтому еще раз. Промышленность развивается без вас. Не мешайте. Еще раз повторяю. Крупный бизнес. Крупный бизнес. Инвестирует в развитие промышленности. Да и далее. Но понятное дело, что в этом году не до инвестиций. Еще раз. Кризисный момент. По этой причине. Не морочите уголок. Что надо построить. Что надо купить. Ну даже вот некоторые аграрные. Холдинг сказали, что мы сейчас технику покупать будем. Украинскую причем. Да, да. Это в основном навесные приспособления для сельскохозяйства. Да. Баржи будем заказывать. Да. До перевозки зерна. Вот это будет. То есть реальные вещи. А не фантазии. Еще что. Очень-очень надо. Ребята. Я конечно все понимаю. Кредитование. Это все красиво. Но еще раз напоминаю для всех. Основной бизнес. Малого среднего бизнеса. Основной бизнес. Это контрабанда торговля фальсификатов. По этой причине. Откройте базар. Все. Они сами. Им не надо кредит. Неужели вы это не поняли? Ну во первых. Они их не могут брать. Потому что. Бизнес-то грязноват. Мало того. Они кредиты чаще всего берут в ломбардах. Да. Берут в ломбардах. А почему бы нет? Человек берет на месяц. Да. Ну отбивается. Потому что на сегодняшний день. Ну таки льготных налоговых условий. Ребята. Какие снижения налогов для малого среднего бизнеса. Они их не платят. Вообще. Это не налоги. Ну ребята. Ну в мире нету таких низких налогов. Какие платят у нас упрощенцы. Просто нет. И то что упрощенцы на сегодняшний момент. Могут торговать контрабандой. Фальсификатом. Не платить налоги. Да. Это есть. И из-за нужной базар. Ну и соответственно. Таким возможно. Чтобы они через интернет больше торговали. И не мешать. Не мешать. Я знаю. Что сейчас очень много торгуют фальсификатом лекарств. Не мешайте. Ну кому надо пускай покупать. Не проблема. Масками торгуют. Тоже. То есть вот. Надо увеличить производство. Ребята. Не надо. Их уже увеличили. Видите сколько в интернете продают. Надо льготных. Не надо льготные кредиты. Они без кредитов шьют эти маски. Единственное. Не засовывайте нос. И не мешайте людям через интернет это продавать. Но. Снимите карантин. Чтобы это можно было бы продать. Хотя тоже. Ребята. Не перешейте эти маски. Потому что не будете знать куда деваться. Вот так все просто. Не сотни. Не ем. Спасибо. Не съем.